Всем привет! Сегодня 10 января, прошло 9 дней нового года. Цены в Стамбуле у нас уже переписали, поэтому сегодня идем, посмотрим на достопримечательности и новые цены для их посещения. Погода. Расскажем какая. Здесь начали уборку неожиданно улицы, поэтому идем. К первой достопримечательности это наш музей археологический. Погнали, посмотрим. Вот он наш археологический музей. Огромный поток желающих туда попасть, а цена не изменилась. 340 лир вход. Вот. Идем дальше. Значит, что у нас по погоде? 3 дня у нас уже льют дожди. Температура воздуха днем 4, максимум 6 градусов. Крайне неприятно находиться. Поэтому, если вы вдруг затеяли сейчас поехать, то одевайтесь тепло, шапочки, шарфики, все остальное, иначе замерзнете. Ну, идем дальше. Топ-капы. Топ-капы. Зато в такую погоду туристов на минималке никого практически нету. Посмотрите. Конечно, крайне неприятно гулять. Но, тем не менее. Так, цена вопроса у нас, значит, сейчас полторы тысячи лир для туристов. Вот такая вот постанова. Полторы тысячи. Было 850. Ну, так серьезно подорожало. Ладно, пойдем посмотрим. Теперь наши цистерны тогда. Сколько там зарядили ценник? Главная мерка всех туристов. Ая-София. Посмотрите, площадь пусто абсолютно. Не были мы там еще ни разу, но сейчас, видимо, зайдем, посмотрим. Посмотрим, тем более, что вроде как обещали сделать ее платной. Так что пойдем, попробуем попасть сюда бесплатно. Воспользуемся моментом. Приятно, что народу мало, но очень-очень холодно. Вот она, красота. Вот так, представляете, взяли и зашли. Никаких очередей, никого нет. Красота. Сейчас зайдем внутрь, хоть посмотрим, что там. Что туда столько людей пытается попасть. Прикольно. Вот такая красота. Вот это купол, я понимаю. Пришлось разуться. Красиво. Масштабы, конечно, впечатляют. Не зря мы сегодня пошли на прогулочку. Несколько уровней. Люстры так низко висят, прям рукой задеть можно. Ногам довольно-таки холодно, конечно. Но посетить определенно стоит данное место. На выходе встречаются еще остатки самых первых дней данного собора. Будем так его теперь называть. Да, посетить, конечно, очень интересно. Прикольно. Но носки надо сейчас одевать теплые. Довольно-таки холодно там босиком ходить. Но будете сейчас, так заходите, заглядывайте. Пользуйтесь моментом, пока никого нет. Пока бесплатно. Но мы двигаемся все-таки к цистернам. Кто не знает, цистерна базилика находится слева от входа. Получается, вход раньше был 400 лир. Сейчас посмотрел, уже стоит 700. Но обратите внимание, никого в ночной очереди были вот отсюда. Когда сезон. И вот до туда там стояли поручни эти. То есть туда довольно-таки долго надо было стоять. Сейчас тоже пришел и зашел. Но за 700 лир. Почти в два раза тоже подорожало. Как-то так. Двигаемся дальше. Какие у нас еще бонусы от бессезонья. Смотрите. Никаких ограждений, нету никакой охраны. Ходи туда-сюда. Никто тебя не останавливает. Никаких очередей. Полная пустота. Но, конечно, ходи замерзай. Так, у нас сейчас цистерна Феодосия на очереди. Дует ветерок. Руки замерзают. Но ничего. Интересно прямо, сколько там вход. Дошли мы до цистерны Феодосии. Такие интересные штуки тут поставили. Вроде бы раньше их не было. Сейчас посмотрим, что тут по ценам. Вот новые цены. 500 лир для ебанджи, то есть иностранцев. Так что, получается, тоже подорожание составляет практически 20. Ой, 20. 100%. Что, конечно, грустно. Никого нету тоже. Пустота. Начал моросить дождь. Вот такая противная-противная погода. Но зато вы будете в одиночестве ходить по достопримечательностям. Если взять теплую одежду, резиновые сапоги, я не знаю, там, плащ-палатку. Но вполне комфортно в целом. Посмотрим дальше. Пойдем до Галатской башни. Еще дойдем. Что там рисуют. Насколько я помню, 30-го я там был. Она на ремонте. Крышу ремонтируют. Чайки нагадили. Поэтому там леса кругом стоят. Ну, посмотрим, как там сейчас. Какая цена вопроса. Вот вам актуальные курсы на 10 января. Галатская башня на сегодня выглядит следующим образом. Идет ремонт кровли. Кругом стоят леса. Очередей. И толп народу не заметил пока что. Сейчас зайдем, посмотрим. Открыто вообще, не открыто. Люди сидят в кафешечках. Хоть их и немного, но они присутствуют. Так, стоимость. Также осталось 650 лир. Это одно из тех немногих мест, где цена не изменилась. Вот так выглядит сейчас вход. Такие леса кругом стоят. Все затянуто. И тут прямо ремонтируют. Ну вот, смотрите. На входе никого нет. Вот там вот пару человек. То есть, по большому счету, в течение пяти минут точно туда попадете. Когда еще такое бывало. Все кафешечки тут вот с этой стороны пустые. Такая мерзкая у нас погода. Мы уже все вымокли. Но на что не пойдешь ради вас. Не забывайте, что стамбульские холмы никуда не делись. И в такую погоду вероятность упасть крайне высока. Поэтому одевайте соответствующую обувь. Дабы не получить никаких увечий при походах. Вот так вот это сейчас все выглядит. Ну что, мы изрядно сегодня промокли, замерзли. Сейчас отчаливаем в сторону дома. Какие итоги по нашей прогулке сегодняшней? Значит, цены в основном выросли плюс-минус в два раза на вход в достопримечательности. Там, где не выросли, они, я уверен, к сезону новому вырастут. Вот, значит, с точки зрения, конечно, погоды гулять жуть как не хочется. Можно погулять по торговым центрам. Знав Богу, сейчас там достойные скидочки. Но если все-таки хочется пройтись по достопримечательностям, не стоять в очередях, то самое хорошее время для этого сегодня. Ну, за то, что промокли, ставим лайки, подписываемся. До скорых встреч. Гуру-шу-рус. Субтитры сделал DimaTorzok